Приветствую вас, уважаемые друзья! Сегодня хочу поделиться с вами своим любимым рецептом подкопченные бедрышки, запеченные в духовке. Очень вкусное блюдо. После того, как я его попробовал, теперь стараюсь его готовить очень часто. Блюдо на самом деле очень вкусное и готовится не особо долго. Но, конечно, надо, чтобы была коптильня, которой можно коптить дома в квартире. Сейчас на улице гроза, дождь, и я могу себе позволить такое блюдо сделать дома. Для этого нам понадобится 2 килограмма куриных бедрышек. Я их уже заранее подготовил. В чем заключалась подготовка, сейчас покажу. Берем вилочку и протыкаем в разных местах куриное бедро вилкой. Для чего я это делаю? Для того, чтобы маринад, в котором мы сейчас замаринуем курицу, очень быстро пропитался, чтобы мясо куриное набрало в себя все ароматы данного маринада и очень быстро напиталось. Конечно, в идеале промариновать бедрышки часа на три, но, сделав вот так вот вилкой побольше наколов, мариновать можно примерно час. Мясо будет хорошо пропитано и довольно очень вкусный, приятный вкус будет. А для маринада нам понадобится чеснок, три зубчика чесночка, одна маленькая луковица, зеленый мелко нарезанный базилик и после того, как все это мы смешаем, мы мелко нарубим зелень укропа, это самая основная составляющая часть маринада, и буду использовать данную приправу. Для начала засыпем данные ингредиенты, хорошо перемешаем солью, с приправой и потом сделаем укроп. Купил на пробу новую приправу, приправа для курицы, для гриля и шашлыка. Мне понравился состав данной приправы и я взял ее на пробу. В составе соль морская, паприка, чеснок, перец черный, базилик, розмарин, петрушка, чабер и шалфей. Очень люблю приправы в мельницах. Сразу видно, что она хорошо выглядит. Затушенная зелень крупными кусочками и сам процесс делать в мельнице и приправу. Мне очень нравится. Пошел хороший ароматный запах. Посмотрим, как будет на вкус. И добавляю по вкусу соли. Сейчас это все перемешаем. Немножко настоится и добавим мелко нарезанный укроп. Перед тем, как снимать видео, все заранее подготовил, нарезал, чтобы не отнимать ваше время. Где-то на подготовку, на нарезку у меня ушло минут 20-25, чтобы проткнуть все бедрышки вилкой, чтобы нарезать зелень. Дадим немножко постоять. Добавим укропчик. Немножко подождал и решил добавить еще, друзья, немного вот такой приправы. Приправа букет перцев. В составе данной приправы у нас перец черный, соль морская, перец белый, перец зеленый, перец чили. Очень люблю данные смеси. Добавляют хороший, приятный, острый вкус. Кто не любит острое, тот может обойтись только первой приправой. Хорошо пахнет. Добавляем мелко нарезанный укроп. Опять же все перемешиваем и оставляем примерно на час. А за это время подготовим коптильню. Коптильня нам нужна для того, чтобы немного подкоптить данные бедрышки. А после этого мы будем запекать их в духовке. Очень вкусный рецепт. Мне нравится, что запах и вкус копченого мяса, но при этом они запеченные. Вот, друзья, прошло чуть более часа. Выложил бедрышки на решетку от коптильни. На улице идет дождь, а мы будем коптить в квартире. Но перед тем, как закладывать окорочка или бедрышки в коптильню, подождем где-то еще полчасика, чтобы они немножко подсохли, обветрились, чтобы не были сильно влажными. Подготовил коптильню. В фольгу положил опилки. Опилки использую от ольхи. Опилки не замачивал специально, чтобы не было много влажности в коптильне. Да, и сильно мне не надо, чтобы они долго тлели. Так как окорочка будут, или у меня в данном случае бедрышки, будут где-то прокапчиваться 15-20 минут, не более того. Все, друзья, закладываю коптильню, заливаю гидрозатвор и начинаю подкапчивать данные бедрышки. Вот так вот заложили бедра. Теперь закрываем крышкой и немного подождем. Прошло, друзья, 20 минут. Открыл крышку коптильни. Бедрышки приобретают такой красивый золотистый цвет, но нам этого вполне достаточно. Сейчас выложим на противень от плиты и будем дальше запекать бедрышки в духовке. Переложил все на противень. Застелил противень пергаментной бумагой просиликоненной, чтобы ничего не подгорало. Зелень, которую использовал в маринаде, пойдет у нас на гарнир. Пока мясо подкапчивалось, почистил картошку такими вот кусочками и быстро зажарю это на сковородке и добавлю зелень с маринада в гарнир. Переходим к готовке в духовке. Приобрели новую плиту Ханса. Еще к газу не подключено, но здесь электрическая духовка. Заложил противень в духовку. Сейчас будем готовить, запекать подкопченные бедрышки. И заодно проверим, как готовит плита. Поставлю таймер на 30 секунд, на 30 минут. Наверное, на 35 минут хватит поставить. Очень доволен данной плитой. Очень понравилось в ней готовить. Таймер выставил на 35 минут. Можно программировать плиту, чтобы духовка автоматически включалась и выключалась. Теперь закрываем духовку и начинаем готовить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Со 180 градусов понизил температуру до 150. Как видите, всё отлично зарумянивается и поджаривается. Продолжение следует... Для гарнира нам понадобится большая чугунная сковорода, наливаем растительное масло, прогреваем масло и засыпаем в него картошку. Ждём, пока масло нагреется и засыпаем картофель. И на среднем огне жарим до появления корочки. Прошло 35 минут. Сработал таймер. Бёдрышки уже вполне готовы, но мы выключаем плиту и пусть они постоят ещё минут 10 в плите. Немножко подойдут ещё. Пока доходят бёдрышки в духовке, готовим картофельный гарнир. Использую вот такую вот приправу для картофеля. И после этого, сейчас ещё немножко поджарю, добавлю зелень с маринада. Засыпал укропчик, лучок, чесночок, базилик, картопель. Сейчас перемешаю. Где-то ещё минут 5 дам картошке поджариться и буду выключать. Включил самый маленький огонь. И теперь 5 минут пусть картошка напитается вкусным маринадом. Так вот, друзья, получается. Очень аппетитный запах. И получается вкусная, хорошая картошечка с хрустящей корочкой. Открыл духовку. Пошёл такой аромат копчёной курицы. Супер! Теперь дам бёдрышкам остыть, так как они остывшие будут намного вкуснее, чем горячие. Ну, хотя у каждого свои вкусы, поэтому каждый может поступать сам. Кто любит горячее, я больше люблю, когда что-то подкопченное есть холодное. Достал бёдрышки из духовки. И как раз картошка приготовилась. Теперь дам всё всему остыть. И будем пробовать. Такие получились, друзья, бёдрышки. Аппетитный запах. Очень вкусно пахнет на кухне. Ну, теперь дам остыть бёдрышкам. Я их больше люблю есть холодными. Немножко подождём и будем пробовать. Вот, друзья, получилось вот такое вот аппетитное блюдо. Всё очень вкусно смотрится, хорошо гармонирует. Сейчас попробуем разрезать бёдрышко ножиком. Попробуем его на вкус. На приготовление ужина, друзья, у меня ушло примерно около двух часов. Вот как курочка приготовилась. Сочное, отличное получилось бедро. Немножко отрежу. Ещё не сильно остыло. Я люблю более холодное кушать. Ну, сейчас попробую, вам расскажу свои впечатления. Очень вкусно. Копчёное мясо. Вкусная картошечка. Друзья, рекомендую всем данный рецепт. Получается на самом деле очень вкусно. После того, как вы приготовите это блюдо, я думаю, вы будете его готовить очень и очень часто. Ну, а теперь заканчиваю, друзья. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале, подписывайтесь. И главное, палец вверх. Спасибо, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры. Спасибо. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...